Здравствуйте, дорогие друзья! Вечер трудного дня, но, тем не менее, думаю, он будет весьма-весьма насыщенный у нас сегодня, потому что в ближайший час мы будем говорить об Объединенных Арабских Эмиратах. С одной стороны, тема, в общем, ну, скажем так, не новая, и мы с экспертами компании Just Prime Fomes ее уже неоднократно поднимали. С другой стороны, мы сегодня по-особому хотим поговорить. Собственно, мы и до этого всегда говорили вполне-вполне откровенно, но сегодня наш разговор будет еще в широком смысле очень откровенный, и я приглашаю всех вас в дискуссии. И особый разговор в том числе и потому, что мы сегодня не вдвоем с Анной Жаровой, руководителем направления ОАЭ-компании Just Prime Fomes. Анна, здравствуйте! Добрый день! Очень рада всех, да, приветствовать. Вот, если... Это не первый наш вебинар уже с Прианом. Вот, нам очень нравятся зрители, которые приходят, очень интересные вопросы задают. Вот, сегодня мы решили провести вебинар в 8 часов вечера. Это новый для нас формат, обычно мы проводим где-то днем, поэтому буду очень рада, если вы в чате напишите, насколько для вас в 8 часов вечера удобно. И стоит ли нам продолжать в это время проводить вебинары или, может быть, обратно вернуться к дневному времени? К дневному. Да, мы в 13.00 обычно это делали, но будем рады в данном случае обратной связи. Ну и я с удовольствием представляю нашего эксперта, нашего собеседника сегодня Сергея Филатов, директор по развитию бизнеса компании Дамак, глава московского офиса компании Дамак, крупный застройщик Объединенных Арабских Эмиратов. Сергей, здравствуйте, рада вас приветствовать. Добрый вечер, коллеги, участники. Рад буду с вами пообщаться, ответить на какие-то вопросы, прокомментировать. Мы традиционно уже открыли чат, в чате вы можете отвечать на вопросы, вернее задавать вопросы, а мы как вообще хотим построить сегодняшний разговор. Вообще существует много разных фактов, стереотипов, которые за последний год, с момента резкой активизации интереса к Объединенным Арабским Эмиратам вообще и к Дубаю в частности, эти стереотипы или факты появились. Но очень важно, на наш взгляд, их, что называется, уточнять, конкретизировать. И мы, собственно, сегодня отталкиваясь от этих стереотипов и хотим наш откровенный разговор провести. И в этом смысле, мне кажется, очень здорово, что у нас есть с одной стороны представитель застройщика, с другой стороны представитель агентства, вроде как в каком-то смысле цели у них общие, в каком-то у всех бизнес свой. И мне кажется, это очень и очень, ну, попробуем, по крайней мере, сделать этот разговор насыщенным и интересным. Контакты компании Just Prime Home, я думаю, в чате как раз можно опубликовать, а мы тогда начинаем с первого стереотипа. Сергей, я, соответственно, попрошу вас начать. Когда мы говорим про Объединенные Арабские Эмираты, последние 2-3 года, с начала пандемии, с того момента, как Эмираты первыми открыли, по сути, границы и стали их в тяжелый момент закрывать, стали говорить о росте цен. Итак, это не фикция, рост цен действительно был, и он очень сильный. Причем он в какой-то момент резкий настолько, что возникло определенное опасение. А можно ли надеяться на этот серьезный рост в дальнейшем? Собственно, это такая популярная такая фишка. Все, недвижимость в Эмиратах дорожает и будет дорожать, дорожает и будет дорожать. Но в пользу этого должны говорить некие факты. Вот почему можно быть уверенным или на самом деле уже не совсем можно быть уверенным, что недвижимость Объединенных Арабских Эмиратов дорожает и дорожать будет? Ваш взгляд на это, пожалуйста. Ну, смотрите, рост цены действительно очень достаточно большой. Количество сделок увеличивается. Например, если мы… Давайте говорить цифрами, давайте говорить фактами. 2022 год – это в истории всего Дубай, и это информация от DLD, Dubai Land Department, официального органа Дубай, который отвечает за все вопросы, связанные с недвижимостью, лицензированием по строительству застройщиков и так далее. Недвижимость была продана на 70 миллиардов долларов. Это примерно… Ну, у них даже точная цифра – 97 тысяч объектов недвижимости. За всю историю Дубай такого не было. Да, то есть это факт. И по аналитике определенных компаний в Дубай были самые крупные вливания частного капитала, говорится, на нашей планете в прошлом году. То есть это тоже факт. Еще очень важный факт, что Дубай не зависит от покупателя конкретной страны. Он действительно притягивает инвесторов и покупателей, которые покупают недвижимость для себя, из разных стран. Из Азии, Африки, Европы, США, Латинской Америки. То есть рынок очень разнообразный. Нет ограничений по приобретению недвижимости по национальности – тоже очень важный фактор. В некоторых странах Европы есть ограничения по национальности, и некоторым не продадут недвижимость. В Дубае этого нет. Вот. То есть это достаточно важный фактор. Также следует учитывать, что количество объектов качества недвижимости, оно из года в год увеличивается. То есть в этом году, если в прошлом году 27 тысяч квартир новых было построено, то в этом году ожидается 40 тысяч. Спрос превышает предложение, это означает. То есть желающих купить качественное жилье намного больше, чем есть предложение на рынке. Также очень важный момент, что абсолютно иное качество строительства и дизайна проектов. Если раньше это были какие-то простые строения, то сейчас, в частности я могу сказать за компанию Дамаг, Дамаг строит арт-проекты, привлекая лучших дизайнеров, в том числе компанию Кавали и Дегрисогону. Кавали – это известный итальянский бренд, который на 100% принадлежит Дамагу. Дегрисогон – это швейцарский ювелирный дом, который также принадлежит Дамагу. И мы очень активно пользуемся дизайнерами этих компаний и строим какие-то интересные арт-проекты с различной развитой инфраструктурой. Естественно, все это привлекает покупателей, и лично мы не особо сильно видим спад, поэтому я думаю, что недвижимость в ближайшие годы будет продолжать расти в цене, спрос будет достаточно на высоком уровне. Уточню все-таки у вас, вот ситуация 22-го года, вот, скажем, апрель 22-го, апрель-май, и апрель-май 23-го, по вашим ощущениям, рынок вообще никак не отличается? Все-таки мы сейчас уже можем сказать, что за последний год был определенный взлет. Вот сейчас вы видите те же самые предпосылки или все-таки что-то изменилось? Ну, лично я вижу то, что компания, которую я представляю, Дамаг, практически каждый месяц выпускает новый проект, и он реализуется, как я вам уже рассказывал, при лаунче за полтора-два часа полностью. То есть, если с начала года мы посмотрим, какие проекты выпустила компания Дамаг, это Дамаг Бэй, Дамаг Бэй-2, Бизнес Бэй несколько проектов выпустил, то есть практически мы соблюдаем ту динамику, которая была в прошлом году. Окей, Анна, в ваш взгляд тот же самый вопрос. Говорят, что, Дам, недвижимость дорожала, дорожала, дорожала. А почему вы считаете, что так будет в отношении Дубая и дальше? Я не считаю, что недвижимость в Дубае будет продолжать дорожать с тем же вектором, с той же скоростью, с которой она дорожала за 22-й год. Но, тем не менее, я считаю, что Эмираты это сейчас одно из самых лидирующих направлений в плане тех возможностей, которые они предоставляют для инвесторов и с точки зрения инвестиционной программы, которую предлагает правительство разных Эмиратов, и с точки зрения доходности. Потому что, в принципе, по отдельности, наверное, не очень правильно смотреть на Эмираты. Надо сравнивать с другими странами. Почему я считаю, что замедляется? Мы видим, что был очень сильный рост в 22-м году, в том числе вызванный ситуацией с нашими соотечественниками. Они там превысили все рекорды по покупкам недвижимости в Дубае и не только в Дубае. И, конечно, мы понимаем, что в этом году настолько сильного же спроса быть не может. Но, тем не менее, мы прогнозируем, да, и не только мы прогнозируем, да, мы, в принципе, агентства недвижимости, да, есть очень большие аналитические агентства, есть Всемирный банк, есть экономический департамент Дубая. Вот. И все дают прогнозы, да. Мы видим, что прогнозы экономические достаточно благоприятные. Например, в 22-м году рост экономики составил 6%. В 23-м году по самым аккуратным прогнозам Всемирного банка экономика должна вырасти на 4%. Сами эмираты считают, что экономика в следующем году, в этом году должна вырастить на 7%. Да, но, тем не менее, она вырастет, вырастет достаточно значительно. Ну и, в принципе, также можно соотносить прогнозы по росту стоимости. Если в среднем, да, где-то на 15% вырос весь рынок недвижимости за предыдущий год, там, от 10% до 40% в различных сегментах недвижимости, ну, можно, например, чтобы совсем аккуратно к этому подходить, сказать, что в этом году будет 8% роста, да. Но 8% роста – это все равно очень-очень хорошие цифры. Вот, поэтому я, конечно, не буду там сильно в каких-то розовых очках говорить, что вот тот темп, который был в прошлом году, он будет продолжаться, цены уже выросли, они с таким же темпом расти не могут, да. Она кривая, как бы, то есть, мы сейчас посмотрим на график цен, она начинает потихонечку сглаживаться, да, становиться более полугой, но, тем не менее, это все равно будет траектория вверх. Окей. Хорошо, Сергей, тогда, наверное, второй вопрос, опять же, ну, вам стереотип, не стереотип. Мы говорим о росте. Рынки цикличные, вспомним ситуацию, ну, возможно, не все из наших зрителей ее помнят, но 2013 год, 2012 год, после этого рынок недвижимости, там был пик, в том числе ценовой, потом он пошел вниз. Что произошло тогда, если вернуться в прошлое, и почему вы считаете, что та ситуация в том или ином виде не может сейчас повториться, или, скажем, может все-таки? Ну, там было несколько факторов, я бы отметил три фактора. Первый фактор – это мировой финансовый кризис, да, который затронул большинство стран. Второй фактор – это мировая пандемия, которая просто в страну выезд, въезд был закрыт. И третий фактор – это, вы знаете, что, ну, инфляция за последнее десятилетие, она снизила свою реальную стоимость денег на 20%. Поэтому те деньги, это уже, как говорится, не нынешние деньги. Вот эти три фактора, они как раз сказались на разнице цены между, там, 2014, например, и нынешними ценами. А вот то падение, которое произошло тогда, что стало причиной, почему недвижимость тогда в Дубае подешевела, и чем нынешняя ситуация отличается принципиально? Филиппа, давайте мы нашим зрителям покажем, если у вас есть график, да, чтобы все понимали, о чем мы говорим, о каких падениях и каких взлетах с ценами. Сейчас, секунду одну, мы ему покажем. Вот он. Да, пожалуйста. Да, и, соответственно, мы видим, что было два падения, да, последнее, вот недавнее падение было связано с пандемией, и предыдущее серьезное падение приходилось где-то на 2012 год. Мы сейчас обсуждаем, да, какие факторы привели к падению 2012 года, и может ли что-то подобное там случиться в какое-то ближайшее время. Сергей, вот опять, все-таки ваш взгляд, да, ну, вот тогдашняя ситуация и нынешняя. Понятно, что, ну, тогда был мировой финансовый кризис, но сейчас он вроде как тоже говорят, что есть, да? Ну, смотрите, мы с вами видим по объему и количеству сделок, что количество недвижимости приобретается в огромных количествах, инвесторы инвестируют с удовольствием, границы открыты, никаких ограничений нет. Вот хотел бы очень важный момент заметить. Сейчас границы у Китая еще закрыты, но в какой-то момент китайцы были покупателями номер один в Дубае. Когда у них границы откроются, китайцы опять вернутся на рынок Дубае. То есть сейчас, в прошлом году номер один были граждане России. У вас в компании или по всему рынку, по вашим ощущениям? Что еще раз? У вас в компании они были или по всему рынку? По всему рынку. По всему рынку, в том числе, я уверен, и у нас в компании. Вторые были британцы, третьи индусы. В какие-то годы индусы были номер один. То есть, знаете, лидеры рынка из года в год меняются. Как я уже вам говорил, что Дубай не зависит от какой-то одной страны, покупателей из одной страны. Поэтому, когда китайский рынок откроется, опять же, это будет один из факторов увеличения количества сделок. И, соответственно, цены также будут расти на ликвидные проекты. Анна, тогда вам все-таки в продолжение. Ситуация того, что и нынешняя. Вы ее, как видите, со своей стороны. Да, поскольку у нас все-таки разговор откровенный, то я сразу скажу, что если будет какой-то мировой финансовый кризис, он заденет всех. Он, в принципе, заденет и Дубай, и другие инвестиционные возможности. Да, вопрос, кого он заденет сильнее, да, и где можно потерять, а где можно все-таки заработать. И если мы сравниваем ситуацию с ситуацией в 2012 году, что тогда произошло? Дубай 2012 года – это сильно другая страна. Это страна, вернее, ОАЭ, да, мы имеем в виду. Это страна, ориентированная прежде всего на ближневосточный рынок. Вот. Это основные покупатели недвижимости, одни из основных покупателей недвижимости, да, это близлежащие страны. В тот момент ситуация в этих странах была, ну, политическая ситуация, она была такая достаточно нестабильная. Если помнить, там была Сирия, там был Египет. Вот. Это все тоже косвенно влияло. Сейчас Эмираты сделали очень много выводов по итогам того кризиса 2012 года, да, чтобы не допустить и в случае там какой-то глобальной экономической рецессии, да, чтобы это был такой остров экономической стабильности, вот, и максимально сгладить любые негативные последствия для экономики Дубая. Значит, первое, сейчас покупатели, основные покупатели, они из разных стран, да, это не только соседние страны, сейчас Европу очень много покупает, Россия очень много покупает, Китай очень много покупает, то есть нет такого, что если в каком-то конкретном регионе что-то случается, сразу происходит кризис, да, некому продавать эту недвижимость. Значит, второй момент. Экономика Дубая в 2012 году состояла и очень сильно зависела от нефтегазового сектора. Вот. Они приняли стратегию экономическую и последовательно все эти годы снижали, снижали волатильность экономики, снижали зависимость экономики от нефтегазового сектора. Сейчас на долю нефтегазового сектора приходится всего треть ВВП. То есть это практически там в два раза ниже, чем еще 20 лет назад. Соответственно, экономика более устойчива, таких сильных претурбаций уже не произойдет. Вот. И еще очень важный фактор, я его оставила на последнее место, хотя, наверное, один из самых важных. Очень много выводов было сделано относительно безопасности сделок с недвижимостью. Да, вот я сейчас, наверное, дам слово Сергею, он гораздо лучше меня расскажет, какие обязательства сейчас у застройщиков, прежде чем они имеют право запустить проект в продажу, сколько они должны уже отстроить, какие гарантии они дают сейчас своим покупателям от недостроя. Потому что что было в 2012 году? Поток инвестиций снизился, очень многие проекты не были достроены. Население, клиенты, инвесторы, в принципе, начали терять доверие к региону. И это все как такой снежный ком дальше покатилось. И с тех пор очень сильно усилилась регуляция со стороны государства, сектора строительства. И сейчас очень серьезные гарантии от недостроя существуют на рынке Эмиратов. Я думаю, что Сергей нам сейчас расскажет, какие. Сергей, в двух словах действительно интересный момент. Ну, как я говорил, что все вопросы связаны с недвижимостью, лицензированием застройщиков и так далее, занимается Дубай Ленд Департмент, вот эта организация. Действительно, она последние годы провела ряд изменений, ну, скажем так, ужесточений, да, в сторону застройщика. В первую очередь, это контроль строительства и разрешение использования средств поэтапно. То есть застройщик не получает сразу 100% средств. Во-первых, в Дубае очень сильно развита рассрочка платежей по недвижимости. Первоначальный взнос в составе 24%, 20% это застройщику, 4% это налог Дубай Ленд Департменту. После этого инвестор делает примерно 5% выплат в квартал на все время строительства. То есть деньги, также Дубай Ленд Департмент, определенную часть, он замораживает и по ходу строительства разрешает эти деньги использовать по строительству. То есть это главная безопасность, то есть застройщик не получает сразу все средства от инвесторов. То есть это главная гарантия. Также прописаны определенные санкции, пенни, так называемые штрафы. Поэтому да, в этом плане рынок Дубая достаточно стал более прозрачным, более четко организованным, что называется, и контролируется со стороны государства. Я, знаете, немножко отвлекусь от нашего заранее запланированного сценария. Два вопроса, мне кажется, вот их прям очень интересно задать. Меня вот как обывателя тоже очень интересует. Вопрос от нашего зрителя, Сергей, наверное, вам. Вы говорите, что на пресейле все продается действительно очень быстро, буквально за два часа. А почему же вы не поднимете цены процентов на 20-30, пусть продается подольше, но зато вы денег получите больше. Ну такой даивный вопрос, но... Хороший вопрос. Нет, очень хороший вопрос. Ну вы знаете, на самом деле уникальная вообще система продаж. Я просто нигде такого действительно в других странах не видел. То есть Дубай этим уникален. Вот этот приложич продажи, когда действительно проект реализуется. Наша компания, допустим, достаточно часто использует Coca-Cola-арену. Это целый огромный стадион, куда приходят инвесторы, куда приходят партнеры. И они ждут очередь, возможность выбрать недвижимость. Если полторы тысячи проектов, а зарегистрировано две тысячи, пятьсот может не достаться. Даже право выбора. Поэтому им деньги возвращаются, и они эти средства могут перенести на новый проект. Соответственно, очень многие инвесторы как раз покупают недвижимость на прелонче, а вот на следующий день они эту недвижимость уже могут выставить на продажу плюс 10%, по-русски говоря. Но вы-то почему же... Вам-то в чем выгода? Ну, у компании своя модель бизнеса, то есть компании достаточно продавать по тем ценам, по которым она продает. А что будут делать инвесторы, насколько они будут уже там, как говорится, добавлять свою выгоду и когда продавать? Это уже их право. Потому что имейте в виду, что недвижимость в Дубае можно начать продавать, выплатив 34%. 30 застройщику, 4 налог государства, и уже можно перепродавать недвижимость. Кстати, это универсальное правило, я сегодня тоже по-разному читал. Кто-то говорит, что это универсальное, кто-то говорит, что это очень зависит от застройщика. Кто-то по-другому правилам, кто-то по-другим. Я скажу так, что многие застройщики используют эту схему, но это действительно, поскольку очень много частных строительных компаний, там каждый сам решает. То есть это не закон, который все обязаны соблюдать, условно говоря так? Нет, это не закон абсолютно, но это возможность для многих. То есть не ждать окончания проекта, а уже даже на стадии строительства уже эту недвижимость перепродать. И многие инвесторы как раз берут на прилонче, целыми этажами. Затем через некоторое время уже перепродают с выгодой. Анна, вот ваш тоже взгляд на эту историю. Вы работаете с разными компаниями. Все-таки вот эта логика, это действительно такое вот ноу-хау рынка в Эмиратах? Я с несколькими нашими партнерами, с несколькими застройщиками тоже обсуждала, как формируется эта бизнес-модель. И если так консолидировать, то ответ следующий, что застройщику не выгодно долго продавать. Застройщику выгодно продать по тем ценам, которые они считают для себя достаточными. И дальше уже заниматься новой стройкой, то есть переинвестировать эти деньги. Ждать и долго продавать один проект, мне кажется, застройщик просто больше на этом потеряет, чем он на этом заработает. Именно поэтому существует такая модель, как оптовые покупатели. У нас тоже было несколько таких сделок, которые покупают сразу много квартир, целый этаж. У них очень хорошие условия. И они потом достаточно быстро эти квартиры перепродают. И это все существует, работает вместе. В данном случае они там застройщику абсолютно не конкурент. То есть это и застройщику выгодно, и инвестору выгодно. И поскольку эти квартиры... Да, и инвестору выгодно. И поскольку эти квартиры все-таки находятся у его покупателя, и цены там выходят достаточно рыночные от такой сделки, иногда даже интереснее, чем от застройщика на данный момент, на какой-то конкретный момент времени, то выгодно получается всем. Да, и такая схема сейчас работает. Окей. Давайте перейдем к следующему вопросу, возможно, на самом деле идеологически главному. То есть это тот вопрос, который мы часто поднимаем. Он в каком-то смысле продолжает. Первый вопрос, с которым мы начали, а первый вопрос, напомню, был... Ну, цены в эмиратор долгое время, последние месяцы, скажем, росли, росли активно. Какова вероятность, что они будут расти в дальнейшем? А следующий вопрос такой. Ну, сейчас меньше об этом говорят, но полгода и год назад говорили уж точно, говорили активно, разного уровня компании. Что, ребят, вот вы вложите, и через некоторое время вы перепродадите, и перепродадите с выгодой. Последнее время я такие разговоры слышу реже. Сергей, как на духу ваши ощущения? Насколько сейчас вот для инвестора реально быстро заработать на быстрой перепродаже? Вот купил и действительно без особых проблем через 3-4 месяца продал, заработал, ну, не знаю, сколько, скажите. Или все-таки эта история такая, имеет очень много разных, но если имеет, то какие? Пожалуйста. Ну, смотрите, если мы говорим про ликвидные проекты, то есть в первую очередь в хорошем расположении, как говорят британцы, у недвижимости ликвидны три критерия. Location, location, location. То есть это очень важно. Не так много свободной земли именно в Дубае ликвидных местах осталось. Дубай Марина, Даунтаун, Бизнес Бэй. То есть это играет свою роль. Поэтому спрос превышает предложение. И поэтому тот, кто покупает на приланче, в дальнейшем он сможет эту недвижимость перепродать с выгодой. Я вот здесь бы не стал, как говорится, играть с процентами, насколько недвижимость вырастет в цене, но то, что она вырастет, однозначно. На данный момент стабильный рост в Дубае наблюдается по аренде. То есть недвижимость по аренде очень потребна. И получать можно примерно 7-10% в год от стоимости недвижимости с арендой. И в прошлом году рост на аренду, опять же по статистике, составил 27%. То есть аренда очень потребна в Дубае, поскольку 80% населения от экспаты. В ближайшие десятилетия Дубай планирует увеличить население. А сейчас она составляет примерно 3,5 миллиона жителей. В два раза. То есть вы себе можете представить, какой будет спрос на аренду. Поскольку большинство экспатов – это люди, которые приезжают в Дубай работать, жить. Поэтому я даже больше выгоду вижу с точки зрения сдачи в аренду, чем с перепродажей. Еще раз, правильно ли? В середине вашего ответа я хотел просто точняющий вопрос задать. Но сейчас уже, по сути, вы на него ответили, но все равно, может быть, немножко расширите эту тему. То есть, ну вот, спекулятивный интерес, причем спекулятивный в классическом смысле уж совсем. То есть считается обычно, что все-таки инвестиции в недвижимость, инвестиции в долгую. А насколько вы видите реальной сейчас возможность купить, если не на пресейле, купить объект, и, допустим, через полгода, через 7-8 месяцев, с учетом дополнительных расходов, перепродать и заработать? Или все-таки это уже такая история щекотливая? Смотрите, опять же, по статистике, в 2022 году объем сделок на вторичном рынке вырос в 4 раза. Но здесь есть момент. В Дубае готовая недвижимость, построенная от застройщика, также относится к вторичному рынку. То есть, не как у нас в России, вторичка это всегда, например, перепродажа. Перепродает к какому-то другому физическому лицу. То есть, готовая недвижимость, она также в статистике относится к рынку вторичной недвижимости. Но есть факт, что в прошлом году в 4 раза увеличилось количество сделок по вторичной недвижимости. То есть, люди перепродают же, правильно? И в массе своей это инвесторы. Смотрите, да, но это было год назад. Сейчас ситуация такая же? Или, ну, давайте так, вот приходит к вам даже не клиент, а просто какой-то близкий друг, говорит, вот все-таки мне вот купить-поздавать или мне купить и постараться быстренько перепродать? Вот, смотрите, я думаю, Анна может привести пример как раз, да, Анна? Я, да, мне дадут слово. Во-первых, я подготовила, сегодня раз уж у нас все честно, да, то я подготовила прям конкретные кейсы и цифры, чтобы показать, как сейчас, вот какие были сделки и сколько конкретно кто смог заработать, вот, и там в том числе будет проект Дамаг. Вот, и да, я, наверное, просто у меня очень много что есть сказать по этому вопросу, поэтому я... Давайте, давайте, давайте к вам тоже вернемся. Анна, говорите, и давайте откроем, тогда еще раз я открою презентацию, если я правильно понимаю, там у вас просто несколько слайдов есть, это кейсы последних месяцев, лет, недель. Ну, это кейсы, скажем так, так, за последний год несколько кейсов я постаралась в разных сегментах, да, для... Давайте, сейчас я открываю, а вы просто комментируете. Так, это у нас. Да, по поводу заработка. Да. Я сейчас не вижу перспективы заработать на более бюджетных проектах, да, потому что, когда вы покупаете проект с целью его потом перепродать, уже как вторичка, нужно понимать, зачем и кому он будет нужен, да, кто будет этот покупатель, почему его должны купить у вас, а не там в трех соседних билдингах, которые вот уже построили, и там от застройщика, и там, возможно, лучше условия, да, и в случае, если вторичка, то вы, то покупатель не имеет возможности оформить себе ВНЖ за эту покупку, да, для кого-то это тоже какое-то ограничение. Вот, учитывая все эти факторы, да, насколько уникальное должно быть ваше предложение для того, чтобы вы его перепродали. И учитывая планы по строительству, количество предложения, да, мы понимаем, что вот этот заработок на перепродажу, он будет только в каких-то уникальных проектах. Это, например, береговая линия, да, это вот локация, как сказал Сергей, это какой-то уникальный проект с точки зрения дизайна, вот как раз сейчас вот домак очень интересный, здесь проекты делает, очень много внимания уделяет, да. То есть нужно очень хорошо ответить себе на этот вопрос, да, кто его будет покупать, когда маркетинговая компания от застройщика закончится, и не будет, да, вот этих каких-то больших баннеров, которые будут там призывать покупать этот проект. Куда? Да, поэтому базово, базово, да, и для более, так, скажем, неэлитного сегмента мы сейчас полностью рекомендуем уходить в стратегию аренды доходности, то есть такие более долгие деньги. По факту сейчас уже такая ситуация сложилась, и она будет все дальше в эту сторону развиваться, что на перепродаже смогут заработать либо оптовые покупатели, которые берут сразу весь этаж, и здесь они зарабатывают, потому что у них очень хорошие скидки, и они могут выставить потом достаточно рыночные цены, либо это элитная недвижимость, уникальные проекты, которые просто потом не будут иметь аналогов, и невозможно будет, например, купить что-то точно такое же, но от застройщика, поэтому купят у вас. Окей, хорошо. Давайте тогда вот то, что вы сказали, просто несколько примеров, что было, да, там как бы... Да, сейчас я немножко настрою, чтобы я видела сама. Да, подготовила несколько кейсов достаточно показательных. Вот это вот кейс очень ранний, по-моему, самый ранний из этих кейсов, которые я показывала, ну, как бы с точки зрения там отдаленности, да, эта сделка была совершена, совершена в мае 22-го года. У нас был запрос на покупку студии для сдачи в аренду. Студии действительно очень ликвидные, и в основном для долгих денег, для аренды доходности берут студии, где, если большой бюджет, несколько студий, например. Соответственно, у нас здесь по аренде будет много студий. Эта студия в районе ЖВС в марте клиент купил за 126 тысяч долларов. На данный момент актуальная рыночная стоимость этой студии составляет 163 тысячи долларов. То есть, если вот клиент ее не продает, он на ней сейчас зарабатывает на аренде, но если он перепродаст, то это то, за сколько мы сможем ему продать, да, поскольку мы занимаемся не только покупкой недвижимости, мы также эту недвижимость продаем и работаем очень много со вторичным рынком. Вот. Ну, не так уж мало, кстати, клиентов у нас покупают на вторичном рынке. Вот у нас сегодня была закрыта сделка на вторичном рынке не в план. Да. Перебью вот просто вопрос сразу именно, что это вжило. Стоимость аренды в месяц этой студии как считали проценты? То есть, это чистое получается? Да, 120, во-первых, мы все считаем чистыми, мы считаем, что как бы нечистыми, это такое небольшое лукасство. Вот. То есть, это за вычетом всех расходов, это те чистые деньги, которые у нас получает на руки арендатор. Сейчас я у себя открою более детальные цифры. Вот это вот 126 тысяч долларов, 461 тысяча дирхам, она включает в себя все сборы, то есть, это включая сбор 4%, то есть, от застройщика цена была ниже. Сейчас она стоит на вторичном рынке 600 тысяч дирхам, она у нас сдается за, мы сами ее сдаем, за 58 тысяч дирхам в год включает все счета, и если вычесть все расходы, инвестор на руки вот как раз зарабатывает 44 тысячи дирхам, это 10% годовых. Как мы знаем, курс дирхама жестко привязан к доллару, фактически можно сказать, что это 10% годовых долларов. Окей, смотрим дальше. Да, но это вот, не договорил, это как раз кейс прошлого года, а сейчас уже возможно настолько большого прироста в таком бюджетном сегменте уже не будет, это вот как было в 22-м году. Следующий кейс это квартира с одной спальней вальсафа, клиент как раз пришел с запросом на инвестицию, на быстрые деньги, на перепродажу ориентировочно в годовом цикле, он сейчас еще эту квартиру не продал, но мы сейчас уже оцениваем ее рыночную стоимость, и это, это, кстати, проект дома, вот, Сергей, скажите, мы покупали вместе с клиентом в октябре 22-го года за 432 тысячи квартиру с одной спальней в проекте Сафа Ту, вот сколько сейчас, сколько сейчас стоит у вас же купить эту квартиру? И вообще можно ли у вас что-то купить? Это, кстати, такой тоже отдельный философский вопрос. Ну, вы знаете, как я говорил, что большинство проектов у нас продаются на приланча, ей продаются практически вся недвижимость, она может появиться, если, например, инвестор не соблюдает какие-то финансовые обязательства, тогда у нас может появиться на продаже недвижимость. Ну, примерная стоимость, как вы указали, она так и получается, то есть, рост действительно составил где-то в районе 26-6 процентов, проект еще не построен, он только начался строиться, вот, ну, тут еще, что хорошо, для нового инвестора, как вы видите, сумма подходит для получения ВНЖ на 10 лет, 545 тысяч долларов. Там же от 500, от какой суммы там нужно? Нет. Это обычный ВНЖ, да, Анна, извиняюсь, что перебила, 545 это на 10 лет, сумма у них была понижена. Ну, в нашем случае мы покупали это за, клиент покупал это за 432 тысячи, поэтому он тогда еще не попадал под порог на золотую визу, поэтому в данном случае здесь не актуально. Да, но сейчас уже это стоит, вот, коллега подсеркнулся. Простите, это вот вы видите предложение, вы какие-то предложения на сайте смотрите, или вы видите какие-то реальные кейсы, что вот кто-то продал за такую сумму? Ну, во-первых, во-первых, да, есть то, что называется cancellations, это то, что говорил Сергей. Инвестор бронирует квартиру, там, выполняет, дальше там не оплачивает, не вносит за нее деньги, она возвращается в продажу, да, и даже уже после окончания, то есть, после солдауна, когда застройщик говорит, что все продано, еще мы знаем, что есть какой-то период, когда вот эти вот cancellations будут возвращаться в продажу, поэтому, если у нас, например, клиент приходит и нацелен на какой-то конкретный проект, то мы продолжаем, то есть, мы отслеживаем эти cancellations, и, как правило, всегда можно найти еще там в течение месяца-двух после того, как все официально уже распродано, можно найти все еще квартиру там от застройщика. Вот, поэтому, да, мы видим, за сколько, вот прямо сейчас, за сколько продаются аналогичные квартиры, мы видим, да, есть сразу же после там старта продаж уже есть предложение от инвесторов, вот, и, собственно, это та цена, за которую сейчас предлагаются аналогичные проекты в этом комплексе. Да, и, как вы видите, да, как вы видите, там срок окончания строительства 27-й год, то есть логика такая, что если приходит клиент и просит, у него стратегия для перепродажа, то мы можем смотреть достаточно долгий, да, срок окончания строительства. В случае, если есть запрос на доход от аренды, конечно же, мы в первую очередь смотрим на те проекты, которые скоро будут достроены, их уже можно быстро сдавать, либо, например, есть, их не очень много, но они есть, да, предложения от застройщика уже готового жилья, то есть здесь мы по-разному действуем. Значит, следующий проект это студия, вот это как раз то, о чем я говорила, здесь мы предложили, здесь у нас клиент купил готовую студию от застройщика для сдачи в аренду, в аренду в декабре 22-го года он ее приобрел, сразу же начал сдавать, это эконом-сегмент, да, как я говорила, эконом-сегмент из-за большого количества спроса и аналогичных предложений с Порт-Сити, там сейчас очень много стройки, очень много предложений от застройщиков, да, поэтому в цене этот объект не очень сильно вырос, да, но и не потерял, но при вот таком небольшом, да, и в принципе там для многих возможно очень типичном, да, объем инвестиций, там 107 тысяч долларов стоила когда-то квартира с декабря до 12-го года, арендная доходность чистая, 10%, вот в каком в каком еще направлении можно такие кейсы найти? Ну, говорят, в Юго-Восточной Азии можно, я, ну, кстати, один момент, давайте сразу, пока мы про это говорим, вот Анна, эти примеры, которые вы приводите, ваши ощущения, все-таки это выше, это все равно выше среднерыночных, то есть тут с одной стороны есть какие-то объективные рыночные факторы, с другой стороны то, что всегда отличает сильно успешную инвестицию от просто нормальной, всегда где-то немножко подвезло, условно говоря, и арендатор попался хороший, ну, это же так или на ваш взгляд все-таки нет? Нет, это вы все правильно, Филипп, говорите, я здесь не буду отрицать, я, естественно, показываю сейчас успешные кейсы, мы на них ориентируемся, но это действительно цены, не среднерыночные, вернее, цифры не среднерыночные, в таком бюджете 10% арендной доходности это скорее исключение, чем правило, то есть в среднем 6-8% арендной доходности, выше 8% это уже очень удачные, очень удачные проекты. Ну, вот этот пример, что, то, о чем вы говорили, что бюджетная недвижимость, ну, она бюджетная по меркам Эмирата, совершенно очевидно, удорожание цены не произошло, и вот, ну, если человек рассчитывал чисто на спекулятивную инвестицию, это не тот пример, но аренда не может быть. Окей. И в том числе, да, я показала, потому что низкий бюджет, это именно под аренду. Окей. Дальше. Еще один, да, еще один проект под аренду, тоже в районе GVC, GVC очень хороший район для аренды, потому что он уже построенный, там все есть, арендаторы с удовольствием туда заселяются, оттуда очень близко, он прям, прям сразу за Марины начинается, то есть это оттуда очень близко везде до центральных районов. Так, и в сентябре 22-го года была сделка, 135 тысяч долларов стоила квартира, сейчас она стоит уже 176 тысяч долларов, то есть плюс 30 процентов, ну, опять-таки, да, это 22-й год, сейчас уже гораздо замедляется все, и сейчас она будет, она еще не построена, она будет построена в декабре 23-го года, будет сдана в аренду в декабре 23-го года, но поскольку декабрь уже близко, мы уже достаточно неплохо понимаем, сколько она будет стоить в аренду, вот, и, соответственно, в декабре мы сдадим ее в аренду и ожидаем для клиента 11% чистой доходности. Окей, ну и давайте заключительный пример. Да, это тоже уже другое направление, да, чтобы было разнообразие, в данном случае мы говорим про покупку для собственного проживания, и для клиентов была важна самодвижимость, там, там, достаточно большая семья, они хотели таунхаус, в очень хороших условиях, да, самостоятельно там жить, и очень хорошие условия по ВНЖ, поэтому здесь мы предложили им проект в Эмирате Рассельхайма, там сейчас активно застраивается первая линия, на первой линии гораздо более приятные и доступные цены, например, чем в Дубае, сделка была совершена в марте 2023 года, уже чуть-чуть мы видим, что выросла рыночная стоимость данной недвижимости, очень скоро тоже проект будет построен, покупатель сможет уже туда въехать в 2024 году, ну, и тоже приятное и важное для клиента это получение 10-летнего ВНЖ при этой покупке. Окей, ну, что ж, Анна, Анна, спасибо, ну, еще раз почему, да, то, что вы сказали, то есть, скажем так, примеры есть, да, понятно, что это и год был другой, понятно, это примеры даже не относительно, абсолютно удачные, но, тем не менее. Несколько слов, Сергей, вот еще, прошу вас все-таки о чем сказать, мы начали, говорите, при селе, да, вот несколько раз еще о его феномене и вот вы застройщик. Все-таки, предположим, я прихожу к вам и хочу купить недвижимость для собственного проживания, а это означает, что меня, как бы там, ну, через 3-4 года мне, ну, мне сейчас надо жить. Правильно ли я понимаю, что в этом случае вы мне практически ничего предложить не можете, потому что у вас все плодно на стадионе, как вы сказали, да? Да нет, конечно, у нашей компании также есть и готовые объекты, это и квартиры, там, хаусы, виллы, взять тот же проект Домак Хиллс, который состоит из 10 тысяч объектов недвижимости, там и виллы, и квартиры, там хаусы, там есть и готовые, и у нас в прошлом году достаточно много было именно покупок не как инвесторов, а люди покупали для себя, для личного проживания. Откуда берутся эти предложения, объекты? Это что-то вы все-таки, то есть вы все продаете, но что-то оставляете, что называется, в запас? Ну, смотрите, построить 10 тысяч вилл, таунхаусов, это требуется какое-то время, это все-таки не небоскреб, то есть это немножко другой вид проекта, и он застраивается поэтапно. Допустим, у нас есть проект Лагунс, это рядом с проектом Домак Хиллс, это тоже комьюнити, он состоит из 12 тысяч объектов, мы его продавали кластерами, то есть это отдельными, можно сказать, мини-поселками в большом комьюнити, то есть это требуется время, и некоторые, например, часть кластеров построена, а часть будет построена через год, часть через два, то есть в какой-то момент все равно появляется готовая недвижимость, то же самое касается квартир, в этих проектах мы также строим и квартирные комплексы. Окей, недвижимость также есть. Окей, спасибо, я попрошу в чате еще контакты разочек опубликовать наших экспертов, чтобы можно было с ними связаться, кому интересно, по завершении мероприятия, а Сергей, еще уточнение, все-таки, ну и к вам и к Анне вопрос, не появляется ли все-таки очевидный совершенно конфликт интересов, вот, вы начали строить, у вас что-то остается, у вас, может быть у каких-то другого застройщика, параллельно на рынок выходят частные покупатели, которые что-то купили, выходят крупные инвесторы, которые выкупили целый этаж, получили, ну будем откровенны, чуть лучшую цену, потому что они купили много, они выходят со своим предложением. И какое, как ваше отношение к этому, Анна, и у вас тоже же самый вопрос, с учетом того, что одно дело работать застройщиком с его условиями, его процентами, другое дело работать с частными лицами и их условиями, которые, ну там, может быть, хотят чего-то большего. Сергей. Ну, здесь абсолютно нет конфликта интересов, но это знаете, как, образно говоря, вторичный рынок, это вторичный рынок, вот есть там предыдущая модель какого-то автомобиля, и вот выходит новая. Кого-то устроит более простой вариант, кто-то захочет новенькое, поэтому проекты, действительно, они за последние годы претерпели вообще качественные изменения в материалах, в дизайне, во внутренней инфраструктуре. Каждый проект, он включает, помимо там банальных каких-то спортивных залов, салонов красоты, ресторанов, баров, у нашей компании, он включает какую-то свою изюминку, да, на самых верхних этажах, например, бассейн Инфинити, у некоторых проектов, так называемая Лези Ривер, мы вот в одном проекте, она у нас будет самая длинная в Дубае, то есть это медленно такая текущая вода, вот, где-то вот между проектами САФ-1, САФ-2 будет натянут трос, и нужно будет прокатиться между этими небоскрывами, то есть каждый проект включает какую-то интересную инфраструктуру, какие-то развлечения, ну, в других проектах просто, например, сейчас нет физически, да, это привлекает покупателей, то есть один проект у нас будет посвящен космосу, то есть там будет огромный телескоп стоять, где жители комплекса смогут наблюдать за звездами, то есть проект Лагун связан с водой, в которой будут любые водные развлечения, включены там байдарки, искусственные волны, искусственные пляжи, ну, так называемый Лагунс, вот, то есть что-то новое это всегда найдет своего покупателя, если у кого-то, конечно, ограничение по бюджету, то, да, ему, скорее всего, подойдет, наверное, вторичный рынок, то есть, я здесь не вижу противоречия. Окей. Анна, ваш взгляд, как человек, к которому приходят один и тот же клиент, может продавать и первичку, и потом вторичку, но вот для вас насколько эта ситуация прозрачно, понятна и финансово логична, да? Не все работают со вторичкой, с ней достаточно сложно работать, очень много человеческого фактора, очень много времени это занимает, соответственно, такой, не самый простой процесс. Когда мы предлагаем что-то клиентам, которые пришли с запросом на перепродажу, мы, естественно, понимаем, что нам самим потом искать инвестора для того, чтобы клиент получил прибыль и, соответственно, ту прибыль, которую мы прогнозировали. Но, кроме наших собственных инвесторов, для которых мы ищем покупателей, у нас сейчас достаточно большой поток, я вижу собственников, которые уже проинвестировали и им нужно выйти из этой инвестиции. И вот здесь, к сожалению, не очень радостная картина, потому что в 90% случаев есть завышенные ожидания от проекта и приходят клиенты, которые говорят, что купил три квартиры и не обещали, что продам две и третью куплю. К сожалению, на рынке сейчас очень много завышенных ожиданий и мы это видим, когда клиент потом сталкивается с реальностью. Это не так просто. С точки зрения спроса. Спрос на вторичку есть. У нас тоже есть спрос на вторичку. приходят клиенты, например, очень многие рассматривают то, что перекладывают деньги, условно говоря, из одной локации в другую локацию. То есть у них есть квартира в Москве, они получали с нее доход, они сейчас по ряду соображений решили переложить эти деньги в Эмираты. Соответственно, они прямо сейчас хотят уже квартиру, которую можно сдавать не хотят не ждать, да, не, вот, то есть вот прямо сейчас что-то нужно. И вполне себе как раз они ищут для себя вторичку. Как правило, им не актуально ВНЖ, то есть вот вторичка. Как раз вот та сделка, про которую я говорила, это вот сегодняшняя, это как раз такой кейс, когда человек просто переложил деньги в другой регион. то есть спрос есть, на вторичку спрос есть, самое главное это реалистичное видение рынка и реалистичное понимание того, какой доход можно получить с продажи квартир. Окей. Ну, смотрите, у нас осталось еще немного времени, у нас осталось еще как минимум два таких глобальных вопроса, плюс еще мы хотели бы, Сергей чуть подробнее рассказал о проектах дамаг, которые сейчас актуальны. Первый вопрос из таких общих он такой, ну, если уж мы говорим про аренду, вот, например, только что кто-то из наших зрителей написал, что цены на аренду по его ощущениям, ну, например, резко снизились. Вообще, насколько легко сейчас сдавать в аренду, если мы говорим на примере ваших комплексов, Сергей, какие вы ставите ограничения, вы никаких ограничений не ставите, кто у вас те люди и те компании, может быть, которые в аренду сдают, или вы сами предлагаете эту услугу? Ну, смотрите, компания Дамаг, она вторичным рынком не занимается, мы все-таки застройщики, мы строим новые проекты, это большая деятельность различных риелторских агентств, которых в Эмиратах несколько десятков тысяч, то есть, как говорится, есть кому решать эти задачи, плюс те, кто жили в Эмиратах знать, что есть достаточно продвинутые приложения, что-то типа, я не знаю, наших Яндекс. недвижимости, там ЦАН, где люди сами могут разместить объявления о сдаче в аренду и спокойно найти себе арендатора, вот, у нашей компании есть управляющая компания под каждый проект, которая занимается там уборкой помещения, там стрижкой растений, например, там чисткой бастейн и так далее, да, но именно сдачей в аренду мы не занимаемся, так же, как и перепродажей, поэтому это, как говорится, бизнес для других компаний, для них это, как говорится, их хлеб, поэтому здесь нет необходимости этим заниматься, да. Какие-то ограничения, требования, то есть, кто может в ваших проектах сдавать или по большому счету вы... На самом деле любой собственник недвижимости, он имеет право сдавать... Ну, это такой, на самом деле, не самый очевидный вопрос, во многих проектах, я не говорю сейчас в Дубай, есть довольно жесткие, ну, какие-то... Нет, ну, я, по крайней мере, с таким не сталкивался, также имейте в виду, что в Дубае 0% налога на сдачу недвижимости в аренду, если в других странах есть налог, в Дубае его нету, то есть, вы с этого налога, с прибыли, которую будете получать с аренды, вы не будете платить налог. Окей. Анна, ваш тогда ответ просто по рынку, да, про, вот, опять же, вы уже начали как раз отвечать, да, про цены, про перспективы, про условия, сколько это стоит и так далее. У нас есть услуга управления недвижимостью, мы как раз вот, это одна из тех компаний, которые это предоставляют, да, на коммерческой основе, соответственно, мы не только для наших клиентов этим занимаемся, в принципе, там, по всему рынку. Цены я, наверное, сейчас не буду называть, потому что там достаточно длинный лист у нас, цены формируются в зависимости от площади квартиры, соответственно, там студия и двухкомнатная квартира различаются, но для всех клиентов, которые у нас покупали, мы делаем приятный бонус и первый год управления недвижимостью предоставляем в подарок от себя, через год клиент решает, остается он с нами уже на платных условиях или там, если что-то не устраивает, или он хочет сам заниматься, то там что-то меняет. Но вот бывало ли у вас, ну сейчас, может быть, из последнего примера, который, не сдается и все, не идет. И если да, то что такое? Есть такие случаи, например, может стоять два билдинга рядом и в одном это все будет заполнено арендаторами, там будет высокий спрос, в другом будет сложно найти арендатора. это прям вот через дорогу будет. И, соответственно, в силу опыта достаточно большое количество факторов, которые влияют на привлекательность квартиры для арендатора, в том числе это застройщик и качество строительства, это там меблировка, потому что меблировку, как правило, есть квартиры, которые сдаются с мебелью от застройщика, но, как правило, все-таки мебель обставляет сам клиент, соответственно, если мы занимаемся управлением этой недвижимостью, то мы предоставляем проекты под меблировку, это тоже входит в услугу управления, и уже с пониманием того, чтобы это было такое рыночное предложение, привлекательное для арендаторов. Поэтому бывают ли случаи, когда сложно сдать квартиру? Конечно, бывают. В любом эмирате. Мы работаем не только по Дубай, мы также работаем по Абудаби, Расальхаме, Шаджа. В эмиратах еще по-разному сдается квартира. В Тубай очень быстро сдается квартира. Но если что-то где проще, где сложнее, конечно, есть. Окей. Ну, еще тогда хочу уточнить то, о чем мы с Сергеем даже начали говорить. Предположим, к вам обращается человек, который хочет через месяц купить, даже не купить, он хочет через месяц уже начать жить. Правильно ли я понимаю, что это практически гарантированно вторичка, то есть он вряд ли будет первым жильцом в этой квартире. И что ему делать в такой ситуации? Если он хочет уже жить в своей квартире через месяц, то есть предложение готовых проектов от застройщика. В Дубае не так много есть в других эмиратах готовые проекты от застройщика, нужно смотреть на запрос. Если не от застройщика, а вторичка, то я сказала, что этому клиенту надо завтра уже вылетать и начинать смотреть. Достаточно долгий процесс сделки по вторичке. Во-первых, достаточно много просмотров. Специфика в том, что вы не можете заранее сидя дома что-то выбрать, через месяц приехать и посмотреть. Нет, то есть выбрали в течение недели, в течение нескольких дней, надо ехать смотреть этот объект, иначе вы протратили время зря, потому что его уже кто-то купит. Очень разогретый рынок, очень быстро все покупается и продается. Поэтому клиент, который хочет приобрести что-то на вторичке, это он едет туда, прямо на месте ему быстро подбираются, назначаются просмотры, он там смотрит, 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 что-то выбирает, и дальше мы начинаем готовить сделку. Есть, как мы все знаем, определенные сложности. Если у вас российский паспорт усложняется и удлиняется процесс, связанный с переводом денег, оформлением документов, в целом недели за три это все решается точно. Окей. Ну что ж, Сергей, давайте тогда я предоставлю вам слово и включу вашу презентацию. Параллельно может быть начнем с ответа на вопрос, насколько я понимаю, я могу ошибаться, вы ведь строите только в Дубае, а почему вы не обращаете внимание на другие Эмираты? Нет, почему? Компания Дамак также строит в Абудабе, также она строит в принципе в других регионах Ближнего Востока, например, в Катаре, один проект реализован в Лондоне, то есть это международная строительная компания, основные проекты естественно в Дубае, поскольку это наиболее интересный рынок для инвесторов, сама главной офис компании базируется в Дубае, основные сотрудники, но компания также строит и в других регионах мира. арт-проекты, опять же, хотел заметить, что компания старается строить какие-то арт-проекты, но не просто какие-то, что называется, коробки, прямые здания, там максимально застраивается участок недвижимостью, нет, мы очень много уделяем места под революционные зоны, где бассейны, бары, где можно отдохнуть, эспа-центры, спортивные залы. Как вы можете заметить, если вы были в Дубае, то парковка строится не под землей, а это первые обычно 2-3-4 этажа, поэтому, если вы, например, берете недвижимость на втором этаже, то есть это не вторая от земли, это будет примерно где-то седьмой-восьмой этаж. И, соответственно, много, как говорится, тратил на инфраструктуру, то есть не 100% застраивается участок земли, только недвижимостью. Окей. Хорошо, давайте тогда я буду показывать ваши проекты, а вы несколько слов о них, пожалуйста. Да, компания застраивает наиболее ликвидные районы Дубая, это, естественно, Бизнес-Бэй, вот сейчас мы с вами смотрим проект канала Хейтс, он как раз располагается на Дубай-канале, то есть это район Бизнес-Бэя, там сконструированы, скажем так, основные офисы различных международных компаний, можно сравнить с нашим, наверное, Москва-Сити, поскольку проект быстро был реализован, компания запустила сразу на другой стороне правда канала второй проект с названием канал Хейтс-2, это вот ниже, если слайды вы пролистаете, мы увидим, да, это не важно, также после канала Хейтс-2 компания запустила следующий проект канал Крован, вот он как раз будет посвящен космосу, там много будет чего интересного, также он располагается в проекте в районе Бизнес-Бэй, компания запустила в Дубай-Марине, это два участка, первая полоса к морю, дамаг Бэй-1 и дамаг Бэй-2, то есть быстро реализовав первый проект, мы запустили сразу же второй, как я говорил, компания практически каждый месяц запускает новые проекты, как видите, достаточно оригинальная архитектура, это вот канал Канал, это тот, который вы сказали, что вы сказали, что один напротив другого, да, да, и оба проекта от компании Дегрисогона, от швейцарского ювелирного дома, и все они выполнены в цветах различных ювелирных камней, вот как, допустим, она обозначила проект Сафа, один это в стиле изумруда зеленый, Сафа два в стиле рубина красный цвет, и здесь также дизайн проектов, внутренний особенно, интерьер, он связан с различными ассоциями драгоценных камней. Если ниже опустите слайд, то вот как раз это домак Байковали, и первый, и второй проект, это от итальянского дизайнерского дома Кавалли, который на 100% прилежит до Маку, вот, они также спроектируют. уточнить, вот просто всегда так, то, что чисто такой обывательский интерес, вот, проект от Кавалли, вот, реально, Кавалли, вот, что они делают, ну, они же не, вот, что, они все рисуют вам, или они архитектурные, какие-то, может быть, технические моменты выполняют, где начинается их зор ответственности, и где заканчивается? Нет, они, ну, понятно, что там инженерные системы, это другие специалисты делают, они делают общий дизайн проекта и внутренний, то есть, если вот там Кавалли известна своими какими-то цветами, то именно внутри проекта вы их можете увидеть у себя в апартаментах в первую очередь, это естественная зона ресепшн-зоны выполнена в стиле Кавалли и внутри, то есть, там различные зеленые, красные, синие цвета, вот, то есть, они проектируют и экстерьер, и интерьер. Корректно будет у вас спросить ваш любимый проект из всех этих? Или у вас не может быть таких предпочтений, исходя из вашей должности? Нет, почему? Ну, естественно, проект, который реализован в Дубай-Марине, это Дамаг Бэй-2, меня он достаточно впечатлил, вот этот проект, да. когда он заканчивается строительство, Иван? Ну, эти все проекты, которые мы продаем на Прелонье, они будут реализованы в 26-27-х годах. Окей. Спасибо большое. Ну, Анна, и тогда заключительный вопрос вам о том, о чем мы говорили, все-таки ваш взгляд, ну, тоже откровенно, Дубай или Дубай или Рассельхайма, Дубай или Шаджа, Дубай или Абу-Даби, в чем здесь, ну, как на духу? Сергей, да? Сергей, мне кажется, хочет ответить. Нет, ну, конечно же, Дубай, потому что те суммы, которые были потрачены на инфраструктуру этого Эмирата, этого города, другим Эмиратам будет, ну, тяжело, как говорится, догнать, вот, и Дубай на месте не стоит, он постоянно развивается. Другие регионы интересны с точки зрения там, более дешевого входа, например, да, суммами, вот, и долгим ожиданием, то есть, понятно, что деньги будут тратиться, инфраструктура будет развиваться, но с Дубаем, конечно, они не сравнятся, я сто процентов уверен. Я думаю, что они будут развиваться, эти регионы, в каком-то своем конкретном направлении, и, возможно, в каком-то одном, например, параметре, да, они будут в какой-то момент интереснее, чем Дубай, да, но Дубай это именно все и сразу. Отвечая на вопрос, для инвестора сейчас, однозначно, Дубай, если есть какой-то конкретный запрос, то, например, доступная, более доступная недвижимость на море, Рассельхайма. Кто-то просто, например, любит, да, поездил, попутешествовал, выбрал, потому что посмотрел, и это личные предпочтения. Вот, Шарджа, например, более бюджетная история, да, с другой стороны, инвесторам пока, ну, не всегда можем что-то в Шардже предложить и рекомендовать. Вот, ну, если для себя, для многих, например, это интересный регион. Вот, если обобщать, то, конечно, Дубай гораздо более универсальное решение. Если какие-то уникальные запросы, то другие регионы тоже могут быть интересны. Окей. Друзья, ну, и перед тем, как уже еще раз представить наших экспертов и попрощаться, сначала маленькое объявление и просьба. Давайте все-таки проведем вопрос, тот, который Анна в самом начале анонсировала. Мы обычно наши вебинары проводим все-таки днем, но мы исходили из исследований, которые проводили еще там несколько лет назад, когда большая часть зрителей по европейскому времени, по московскому предпочитала дневные часы. Давайте сделаем так, если вы ставите плюс, то лучше вечером. Поставьте просто плюсик в чате. Если минус, то лучше утренние часы. А если равно, то понятно, можно и так, можно и так. То равно. То равно. Ну что ж, друзья, я думаю, что вот и минус появился. Так что, вот. Друзья, спасибо в любом случае вам большое, хоть плюс, хоть минус. Мы любому мнению в данном случае очень-очень рады. Я искренне благодарю своих собеседников и в чате попрошу еще раз публиковать контакты компании Just Time Comes. Анна Жарова, руководитель направления Объединенные Аравские Эмираты компании Just Time Comes. Анна, спасибо вам огромное. Спасибо вам, Филипп, спасибо Сергею и спасибо замечательные зрители, которые в 8 часов вечера пришли обсудить с нами вопрос покупки недвижимости в Эмиратах. И я с удовольствием представляю еще раз Сергея Филатова, директор по развитию бизнеса компании Дамак, руководителя офиса СНГ, или в Москве, как корректно говорить. Компания Дамак. В Москве. Спасибо. Друзья, спасибо большое. Встречаемся на наших вебинарах. Думаю, разговор получился вполне откровенным. И мы, естественно, в ближайшее время опубликуем и видео, кто не успел к какому-то моменту. И, безусловно, опубликуем статью по итогам вебинара, где вы сможете с проектами вот Дамак и Just Time Comes тоже познакомиться точно. Ссылку обязательно получите. Спасибо вам большое и хорошего вечера и теперь уж доброй ночи. До свидания. – Субтитры создавал DimaTorzok – Продолжение следует...